всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я хочу показать вам закупку из магазина лента ездил туда у меня муж так как муж это единственный человек который у нас сейчас выезжает в тех условиях которые скажем так у нас сейчас во всем мире да и муж у меня едет на работу с разрешением и соответственно по пути заехал в магазин и сделала закупку получилась она у него почти на 12 с половиной тысяч почему так много потому что мой муж решил сейчас приобрести алкоголь и связи с тем что как он решил так как многие предприятия сейчас но скажем так не работают до стоят он подумал что цены на алкоголь могут позже после до вот этого карантина и всего остального позже могут стать выше у нас впереди три дня рождения в том числе у моего свекра поэтому он решил сейчас закупить как говорится убрать в кладовку и потом когда будут не рождение достать поэтому сама получилась такая достаточно большая ну и самое главное это корма для животных закупил он много дополнительного скажем так чтобы чтобы было что называется вот но давайте покажу вам закупку из магазина итак вот такая закупка получилась моего мужа давайте я начну отсюда с мяса как обычно купил он кусочек мяса у нас еще с прошлой закупки не закончилась но так как он все-таки был в ленте взял вот такой свиной укорок вот по 228 рублей на 449 может быть сделаем шашлыки я живу за городом если что кто не знает дальше вот такие колбаски папироне упаковка очень вкусно они на пиццу очень вкусно их кстати использовать также сардельки и вот такую колбаску это мои хотят оливье шку поэтому муж взял вот такую колбаску для оливье как раз мороженое он нам набрал морозилку бросу будем есть вот такое ягодно вот такое фисташковое и обычно это пломбир вот такое еще такие три мороженки дальше здесь кофе конечно же вот и растительное масло слабо на большую так дальше здесь всякие йогурты мои любимые термостатные мне правда практически закончилось варенье но вот даем остатки варенья вместе с этим йогуртом очень люблю обожаю вообще термостатные йогурты очень вкусно еще взял вот такие то наверное себе уже больше хотя я тоже иногда могу такие съесть вот с лишней здесь апельсин ананас и вот манго маракуйя кстати манго маракуйя очень вкусно мне нравится так сливочное масло какое-то вот такое взял из отборных сливок не знаю она правда же подтаяла тут пока он ехал сейчас уберу морозилку быстренько не знаю такое не видела вообще не пробовала кстати ни разу дальше здесь еще сыр кусочки голода вот такой и здесь у меня пашихонский так получился кусочек на 146 рублей а этот на 222 пельмешки себе взял сибирская коллекция и здесь взял тесто бездрожжевой хотя планирую я обычно делать тесто но это тоже морозилки всегда пригодится дрожжевое в общем тут четыре упаковки у меня слоеное бездрожжевое и дрожжевое тесто дальше здесь вот такие вкусняшки всякие наггетсы снова у нас щути не закончились но пусть будут что называется нынешней ситуации лишнего не бывает тем более если можно морозилку бросить и вот такие это муж у меня любит вот такие штучки дальше здесь хлеб булка всякая значит во первых вот такие маффины ни разу кстати не пробовала вот эти лентовские попробуем и моя любимая лепешка из тандера девочки как я ее люблю это вообще это вот в ленте по крайней мере в нашей ленте она самая вкусная лепешка узбекская из тандера 29 рублей одна штучка вот она даже до сих пор теплая но она нереально вкусно это вообще самая вкуснятина еще здесь вот такие хлебные палочки ну как обычно хлеб два батона сразу взял я кладу в холодильник батон чтобы он не портился потом его можно в тостере сделать и будет так же вкусно так ну давайте дальше тут у меня соусы всякие напитки этому конечно оправдания нет ну ладно пепси ведь он уже отпил швепс вот это лимонад тоже и всякий алкоголь он еще взял сказал что это для дезинфекция вот такой вот не знаю что это ром наверное вот дальше вот такую настойка сладкая чернослив на коньяке кстати я когда была в анапе давно там очень вкусная была вот настойка в одном местечке мы как-то нашли настойка с разными в общем разные настойки вот этот коньяк там на черносливе еще на чем-то была очень вкусная как сейчас помню наверно муж тоже тоже проностальгировал вот такая вот здесь вот такая вкусная вот это вот я говорила морозов настойка кому-то она не нравится но во первых это полезно такая настойка во вторых вот это клюквенная сладкая то есть которая там на морожке на клюкве есть еще на всяком разном вот она сладкая она вкусная и не такая крепкая как обычная настойка без добавления всяких ягодок то есть видите здесь 20 процентов а которая без добавления там больше процентов уже не помню сколько почти как водка по-моему там вот и еще здесь меня бутылка вина вот такого не знаю бутылочка красивая такое каберне столовая полусладкая красное вино на шашлыки будем на выходных делать дальше здесь два сока земляничное лето и тропический микс вот такая актуалька вот два соуса взяла вот таких со вкусом сладкой паприки и чаще все закрыто да можно теперь дома все делать и с маслом авокадо вот также майонез это как раз мне на на салатик оливье и вот такой вот соус барбекю это наверное острый он будет до копченый перец перец чили идеально к мясу да точно нас будем делать шашлыки я еще не в курсе так дальше здесь у меня купила такую рисовую бумагу и рис хочет суши делать и вот такие еще но тот морская капуста для роллов там вот так что будет вот такая еще вкусняшку будем готовить соответственно взял еще куча огурцов которые у нас пойдут на суши у нас детям очень нравится роллы с огурцом просто с огурцом которые идут они с удовольствием кушают муж на них как раз и сделает огурчики вот в такой упаковке они долго хранятся не портятся так что имейте ввиду ну и здесь как я уже говорил прошлый раз мы купили капусту она оказалась очень очень вкусная такая белокочанная поэтому муж ждал еще одну вот на 61 рубль яблоки еще взяла вот по 129 рублей и здесь конечно же помидорки вот такие дальше у меня здесь внизу картошка мешок и здесь в принципе то зачем он ел и сделал это за кормом для животных во первых появилась вот этот мираторг сухой корм мои коты едят с удовольствием у меня привереда кошка она с огромнейшим удовольствием ела вот просто успевай насыпать что называется этот сухой корм он не воняет так как воняет вот обычная виска знаете такой прям резкий запах нет но он реально пахнет как будто мясо я бы даже сказал рыба наверное вот я за на вальберис заказывала и вот такой корм вот он появился в ленте теперь супер также это для собачки крупы это у нас что перловка пшеничка и пшенка и пшенка это для каши собачки а также для собаки банки вот у меня прошлый раз покупала вот такие они очень классные там такое соус получается и в соусе такие кусочки большие то есть для большой собаки вообще супер и очень понравилось меня собака как видит прямо начинает вся прямо знаете трясет ее очень понравилось я и вот эту банку намешиваю с какой-нибудь крупой ну то есть допустим с рисом или с гречкой нас с удовольствием кушает но больше конечно же самой банки но вот нам на два раза хватает в общем вот такие три банки он не взял здесь кило двести и также конечно же конечно же моим холостатом попробуй их не накормить вот куча куча тут этих пакетов также немножко бытовой химии взял вот это мыло с эвгард которая сейчас очень очень актуально конечно же да вот от микробов всяких разных разложу сейчас взял также зубные щетки это мне я люблю вот такую вот тоненькую еще вот такие взял на всю семью нашу и зубные пасты полгит и сплат вот полгит это кстати меня муж любит а сплат это мы все остальные пользуемся конечно что лет на бумагу нас счете запасы не закончились но надо брать и здесь у меня еще кондиционер тоже пригодится все так что вот такая вот получилась закупка моего мужа сейчас вам покажу чек это у сумма составила 12 491 скидка по карте 3500 рублей так что вот такая вот закупка получилась моего мужа и когда все находятся дома большую часть времени дам уж все-таки тоже не так долго проводят время на работе то и готовить больше приходится и соответственно продуктов тоже уходит намного больше когда все дома нежели когда все на работе я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч